тут видать целое собрание мир вам с миром принимаем миром слышно до меня слышу я сегодня с другого места я из днепропетровска я не поехал к своим друзьям в кривой рог сегодня поэтому я их подключил тоже но вы их видите да да вижу если не против что пара сидят у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не не против я слушаю вас говорит я получил вашу вот это то что вы прислали там по поводу программы там вот это что ты разговариваешь и набирает текст автоматически и что там ошибки там наверно ошибок полно в этой программе вы тоже получаете падежами падежи правильно все правильно только точки запятые ставлю и все очень хорошая программа мне вчера поставили я могу скинуть ее вам не я как-то сейчас она мне пока не нужна когда был студентом мне была нужна и мы искали и были программы там много ошибок было когда говоришь речь записывать и она много ошибок давала вот наверно усовершенствовала сейчас а вы получили да это то что я там отправлял на почту вам а что там на почту там перевод евангелия вот это с иврита вы получили письмо или нет я не получали когда послали когда послали где-то где-то нет 4 5 назад нет нет понедельник тоже не где-то там а я думаю что то и не ответили думал это еще не получили еще не было там есть евангелие которая на иврите как бы вроде как версия которая дошла на иврите от матфея и она средневекового средневековый писец его писал он был раввином там в испании или в италии не помню уже точно и в то время были диспуты такие приняты в европе с с католическим христианством и иудеями и ну он как бы принял этот диспут взялся там полемику вести вот и написал такую работу под названием пробный камень эвен богом на иврите и он там со своей стороны как бы отстаивать свою иудейскую традицию и так далее по полемические там пометки делает но в конце своей работы он полностью скопировал евангелие от матфея и сегодня там мы столько сейчас вот в наши времена начинают там его более так пристально изучать ученые вот и ну там в некоторых местах не совпадает ни с одним из тех тысяч экземпляров которые есть там копий ранних поздних с греческими вот ну не то что нам не составляет каким-то кардинально против там или как-то так но есть есть некоторые там такие грани дополнительные вот и я там вам скидывал там даже сделал небольшой там обзор такой на некоторые места это евангелие и например вот пророчество пророчество которым сказано что что он назареем наречется ну и вы приводите часто это тоже пример что это пророчество ну как бы не дошло до нас по нерадению там или по какому-то там это ну не дошло в общем иудеи не донесли не сохранили и так далее вот и а в этом евангелии с иврита когда переводить там написано вот в городе в котором он поселяется на известном нам назарет вот этот город на иврите там написано нэцрот нэцер это отрасль или росток и если смотреть по пророчествам то это пророчество есть что он наречется отраслью высайи там написано я не помню сейчас главу можно поискать по цитате вот потом там еще есть места в которых там ссылается в нашем синодальном тексте написано там как сказал пророк там пророк исайя там или иеремия а на самом деле мы не находим его там находим в другом пророке что-то с видео пропало появилась и также есть есть там вот в последней главе в последней главе там говорится в синодальном тексте о том что идите крестите во имя отца и сына и святого духа этих слов там нету вот в том тексте евангелия ну просто я хотел узнать вы сталкивались такую версию евангелия или нет его на русском нет я совершенно этим не интересуюсь я стою твердо за сенадами перевод остальное меня только путать будет я просто не интересуюсь и мне это не надо мало ли что там где были какие разные там я знаю кольдец без и ефремов свиток все вместе не объединишь нам перевели отцы имея ввиду все что можно было достать русский перевод это один из самых лучших в мире переводов какие были четыре духовной академии переводили такие переводчики как павский и стал учебники для еврейских школ хворца давид аврамович крещеный еврей доктор феологического университета лейцига выше этого ничего не не мы не то что мы не не то что там выше и мы не говорим это как бы не протестовываем просто вот есть такие места в которых вот я сейчас найду если сейчас я постараюсь найти тут да нет александр можете не трогать не на ней тратьте время я не вот это вот этим для меня достаточно русского перевода данному на сравнивал с английским немецким какие знал языки смотрел я видел что это расширяет немножко только и всего но есть например прямо в матрии написано о пророке который написано в тексте в синодальном написано пророк такой-то говорит это а в пророчестве нету такого это в другом вообще пророке написано я просто хочу место это найти видите если я буду загружать то что мне не потребуется я до главного не дойду поэтому с самого начала когда я обратился к богу я выбирал только то что конкретно могу передать другим а а разное там экзистенциальное там прочее катафары меня это не касается я для себя для себя зачем мне нужно знание которое я могу для себя только приобрести они мне не нужны ну сейчас я просто конкретное место хочу чтобы прокомментировали его из синодального текста тогда сбылось в матрии 27 9 тогда сбылось свеченное через пророка иеремию который говорит издали 30 серебряника в цену оцененного которого оценились на израиле вот но в книге пророка иеремии таких слов нет они находятся в книге пророка захарий 11 12 13 но тем не менее синодальный текст который ну переведен с греческого там стоит и в греческом и синодальном вот иеремия именно а вот в этом евангелии которая сейчас обнаружена и находится в музее там начинать его исследовать там как раз стоит правильно там стоит пророк захарий как говорит пророк захарий а вот так вот там написано на иврите и но этот такой пример который прямо как бы говорит о том что он ничего не противоречит все равно эти слова есть пророкческих книгах просто не именно у иеремии как говорится в синодальном а у захарий вот и есть еще некоторые там места в синодальном тексте которые ну вот то что сказал про назарет тоже что можно сказать что этого нет в пророчестве потому что она не прослеживается ни в на русском не на славянском не на греческом тексте ничего ничего не означает на этих языках слово назарет она имеет на суть и сну с информационную составляющую несет только когда его раскладывать по на на его языке происхождение то есть это слово еврейское нецер вот и это слово означает росток и тогда уже вот это вот место макфея 22 23 и придя поселился в городе называемом назарет да сбудется реченное через пророков что он назареем наречется если искать это место его нету в пророках но если на иврите посмотреть и вот это слово нецер переводить как отрасль нецерот назарет то мы его находим в пророчестве исаи 11 1 2 где говорится что отрасль произойдет отрасль от дома давидова но это как бы это просто входит того что я столкнулся когда рассматривал вопрос а то не знаю знакомого нет вы много про эти все заблуждения сталкивались есть еще такое которое сейчас набирает обороты и можно в интернете и даже есть в этом ютубе там из канады из штатов наши эмигранты на русском там они доказывают это и вокруг да около ходят что иисус христос воскрес не в первый день недели а в день субботний как правило этого те которые субботники они как бы подтягивают это событие именно на субботний день чтобы подтвердить свое свое поклонение субботу что вот и иисус христос воскрес субботу ну и разные там эти но приводят разные там свои доводы и столкнувшись с этим какое-то время тоже мы придерживались и я придерживался и другим говорил вот что вот так вот приводили там разные места которые там отчасти как бы может доказывать но на самом деле когда пристальнее все начали рассматривать и вот это вот евангелие попалась на иврите и в этом евангелии тоже там в конце написано что в первый день недели события сети происходить давайте прочитаем за этого считаем давайте прочитаем просто это мне время тратить даже не хочу и евангелие туки 20-54 день тот был пятница и наступала суббота ну где три то дня будет то суббота воскрес то из одного дня три дня ты никак не делаешь воскрес третий день павел говорит и воскрес третий день по писанию зачем нам нужно эту говорится чужую блевотину собирать то это просто отвратительно нет просто был день пятница и сняв его обвил по щенице и положил его в огробе высоченном скале где еще никто не был положен 54 стих день тот был пятница и наступала суббота и в субботу он воскрес но где три то дня будет о чем разговор я не знаю даже маленькие ребятишки понимают что за и наступала суббота а павел говорит и в третий день воскрес по писанию третий день мы не сомневаемся согласен нет нет мы мы провели все что как бы поточки к вопросу серьезно я просто хочу сказать что многие люди сегодня заблуждение и виной этому как раз вот манипуляция на самом деле вот мысль мы согласны он воскрес первый день недели я это по писанию это принимая никаких вопросов нет у меня нет уже вопросов ваш канал смотрит матфея 1621 с того времени иисус сначала открывать ученикам своим что ему должно идти вирусалим но не будем говорить что ему в барнаул было идти и много пострадать от старейшин нет ни от воинов от старейшин первосвященников и книжников а сегодня евреи не мы воины распяли но зачем дурить то написано старейшин первосвященников книжников и быть убитой и в третий день воскреснуть наступала суббота но где третий день матфея 1723 и убьют его в третий день воскреснет на таких места сколько но это просто люди дурят неверующие страха божия нет не надо одних и говорить пожалуйста не тратьте время у нас его совсем нету они не верят ну и пускай не верят еще нет просто их пятница это не ну пятница это день приготовления а субботами называли все праздники все любой праздник назывался в субботах просто суббота большая великая и суббота обыкновенно распяли в пятницу распяли на будет было 5 и наступала суббота то есть это неопровержимо не праздник не что а суббота седьмой день тут не не надо путать праздник то и наступала суббота и не просто праздник а суббота наступала но зачем это все собирать то это не надо время тратить и три дня никак у них не получат мы верим как исповеду на церковь к символ веры говорит третий день воскреслен по писанию нам не надо это совсем это за ними бродить они любят так пускай так и будут будет так как господь предсказал в третий день во второй не будет была пятница но пятницу по-другому могут сказать да ладно суббота праздник ну где третий то день воскресенье там субботу то в какую ну дурят просто тут ну может где-то еще сомневаться неправильно перевод но тут прямо говорится была пятница запятая наступала суббота субботу выбросим не наступала на что тогда наступала воскресенье и три дня то где будет суббота третий день воскресенье я согласен полностью я же говорю что уже у меня просто это все прошел и я понял просто есть там где заткнуться понимаете я как на собственном примере потому что суббота великая вот в евангелии даже есть ссылка на субботу великую и это имеется ввиду пасха именно сам день песок то есть про день праздника и там где наступала суббота великая эта суббота как раз пасха и она по недельному раскладу могла не попадать на недельную субботу пасха не всегда попадает на недельную субботу еврейская и тогда подсчет уже они ведут ну как бы это можно вести подсчет и это могло произойти в среду например на четверг четверг понедельному то есть недельные такие смотрите прямой текст деяние апостолов 20 глава 30 стих из вас самих восстанут люди которые будут говорить привратно дабы увлечь учеников за собою но это привратно в пятницу был распятый а в субботу воскрес что тут тут не надо никакой грамоты не надо ничего пелик пятилетний ребенок это знает а мы на их время тратим но не избрали этот путь лжи пускай идут апостолы как верили верили что первый день недели в первый день недели весьма рано по первый день недели какой за субботы который суббота седьмой день в первый день недели весьма рано когда было еще темно они шли не в субботу шли в первый день туда же вообще не о чем разговаривать вот и нельзя было нельзя было не оставались написано в И в первый день он воскрес. Все четыре евангелисты говорят об этом. А сегодняшние еретики говорят так. Зачем нам еретическую блевотину собирать-то? Все столы, говорят, наполнены отвратительной блевотиной. По-другому это не называлось никогда. Мы православные, нам ничего не надо выдумать. У нас все есть. А у сектантов они бродят. И не знают, откуда еще взять. У нас все одинаково. Вот как я говорю, так было тысячу лет назад. В четвертом веке Иоанн Флатаус так понимал. Так понимал Иринея Леонский, Сиефрем Сирин. А они откуда взялись-то? Кто так говорит-то? Им без году, говорит, неделя. Зачем? На их даже повторять не надо. Ересь и уши за себя засорять. Было бы о чем. Речь идет о том, надо быть в церкви. Без церкви нет спасения. Вот вопрос для них. А церковь только там, где Слово Божие исполняется, и где есть рукоположенные от апостолов епископы. Если этого нет, ничего и нет. Самосброды. Число 16 уголову пускай считают. Мы православные, нам и не положено бродить куда-то за какими-то еретиками. Ну, это непонятно. Просто надо же знать, как отвечать, когда... Нет, не надо, не надо. Такие доводы. Не надо. Поверьте, не надо. Господь запрещает это знать. Просто запрещает. Вот смотрите как. Откровение 2.24. Просчитайте. Господь запрещает знать это. Мы должны от этого огребаться. Не надо знать это. Не надо. Господь запретил это знать. Вам же и прочим надеющимся, находящимся в феотире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного бремени. А если будете знать, Бог бремя наложит. Мне зачем это знать-то? Я прошу никогда не поминать это, еретические разные. Бог наложит на бремя. И будет очень тяжело. Не надо. Это глубины сатанинских. Это дьявол мучает людей. Мы должны определиться, четко и ясно, с Богом или сатаной. Никогда церковь так не понимала. Тогда надо Евангелие отвергать, послание убирать. В третий день воскрес креста. В третий день, как и он, овощеребий был. А была пятница. Что тут? В субботу воскресе. Значит, мусульмане говорят, он не был распят. Но еще теперь будем доказывать им. Пускай по своей книге верят, а мы по своим Евангелиям. Нам было слишком многое дал. Ну, и все. Так, хотел еще узнать про Захарию, пророк Захария. Так, сейчас, секундочку, найду. Такой текст. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое-то из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Если премия Египта, которая не поднимется в пути, не придет, то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Кущей. О чем здесь пророк говорит? Вы это уже спрашивали, я же вам отвечал уже. Это повтор идет. Я бы ответил подробно, и вы согласились, да, так. А зачем второй раз поднимать-то? Мы уже время на это потратили. Ну, там, в общем, мы всех разных пророков касаем. Здесь просто так явно написано, что придет на праздник Кущей и на какой-то, на когда это... А вот что интересно, в Церкви Христовой никогда этот вопрос не ставился. Никогда. Есть толкование Феодорита Кирского на ветхозаветные книги. А этот вопрос вообще никогда не поднимался. Почему? А тройственное понимание? Это в прямом буквальном смысле или в духовном. А в духовном мы должны понимать, что такое. Господь говорит в Евангелии от Яна 7.37. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Что тут пояснять? Подойди, наливай и пей. И дальше написано. Из шрева того потекут реки воды живой. Как из шрева? Из человека, если вода течет, кто ее пьет? Из шрева потечет не изо рта. И сие сказал о Духе Святом. Дальше поясняется. Так вот, слова Христа нужно буквально понимать, когда сидел с самарянкой у колодца. И в духовном плане это до сегодняшнего дня о Духе Святом. Так и здесь. Из года в год будут приходить. Что означает? Сам праздник этот что означал? Кущей. Праздновали какое-то событие они или что было? Ну, праздновали по заповеди Всевышнего, что когда вывел народ, он поселил их в палатках. Все, пришли в хананскую землю. Мы идем в небесный ханаан. Царство небесное обещано. Ибо таковых есть царство Божие. Вот теперь мы и смотрим, какие у нас кущи. Вышли мы или нет. И каждый год мы это отмечаем. Никакого отношения-то и к Иерусалиму и не имеют. А кто не будет? Они засохнут на корне, у них ничего не будет. Тут толковать вообще нечего. А они буквально все пытались понимать. Буквально. Так как написано, вот так и должно быть. Но не знали, где он родится. В Вифлееме. Ироду сказали. В Вифлееме. А потом говорят, а мы не знаем, откуда он родился. А Златоуз говорит, то знают, то не знают. Так знали или не знали? Видите как? Это все уже было. Это место объяснено в духовном плане. Так и совершается. Кто не будет праздновать выход свой из греховной жизни в небесный Ханан? Дождя не будет. Нет, не будет этой благи. Благодать Духа его не коснулось. Все. И вот толковать вообще нечего. Это и так понятно. Раз они не празднуют выход. А какой? Отвергнись себя. Возьми крест, следуй за ним. А кто следует, не отвергся, не достоин меня. А как отвергнуться? Я умрю для мира, и мир для меня. Кто любит мир, в том, для любви отчей. Дружба с миром есть вражда против Бога. Прелюбодеяния. Иакова 4,4. Все. Чистая невеста ждет своего жениха. Она беспятная порока. Ну а как же? В церкви бывают там такие... Они вне церкви. Они внешне в церкви. Грех выбивает его из этой колени. Там его нету. Сыны Божии увидели, что дочери человеческие красивые. И вот начинают это ангелы. А ангелы это духи. Как они могут с того купляться женщиной? Ну явно, что не понимают, о чем речь идет. Сыны Божии это от праведного. А сыны... Дочери человеческие показывают то от Каина, которые рождались. Все стало на место. Они рождались, сыны брали их. И что получалось? Потоп ушли, никого нету. И вопрос снятый сразу. Богу это не угодно. Исполины там были какие они. Щетко и ясно. Сыны Божии. Сыны Божии это верующие, принявшие Христа, живущие с ним. Вы дети мои. Он прямо называет дети. И мы говорим, отче наш, отче. То есть отец не мой, а всех объединяет нас. Наш отец. Мы дети одного отца. Все стало на место. В Евангелии нету таких мест, которые надо было бы изучать в академии. Сидела женщина. Бесноватый. Марфа. Мария. Все понимали его. Понимали. А сегодня так запутали все. Как один говорит. Я, говорит, закончил семинарию в патриархии и академию. Это мне сильно помогает. Я научился так врать, что и сам в это верю. То есть оправдать любое безумие, любое нарушение правил. Они все могут делать. Но конец этому придет. Они покрестить не могут. Мокрой ладошкой голову задевает и все. Крещения-то нету. В православии 90% с лишним люди некрещеные. Вот где надо поприще. Трудитесь. Я только сейчас с вами разговариваю. Перед вами ко мне позвонил один из Китая. Разговаривали. Я интересовался китайским языком немного. Я выставлю ролик, потом посмотрите. Эти вопросы нужно однажды принять. Никуда не вертухляться. Зачем на два колена хромать? Долго ли хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, Ему служите. Вал Ему служите. Если церковь православная идет от плотных времен, находите в ней. Нет, значит, блуждай по разным. Конфессии. Начинают. Да вот, знаете, такие люди. Нет никаких конфессий. Есть ересь. Истинная ересь. А какой динаминации? Демонизация. Никто этих слов не знал. И главное, не пастырь, а пастор. Нет такого слова. Нету. Слова кафедра. Ничего этого нет. А мы по-евангелии, евангельски. А там евангелия-то ничего и нету. По одному месту, говорится, елозят и вперед глянь, ничего не понимают даже. Ты просто объясни притчу о десяти девах. Объясни. Я разговаривал с знаменитыми проповедниками баптистов в их собраниях. Ни один не может объяснить даже притчу эту. Они не знают. Самая короткая притча. Тринадцатая глава, тридцать третий стих Патфея. Царство небесное подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки. Все. Объясните, что это за меры муки. Каждую меру. Не могут объяснить. Почему? Потому что еретики. Бог не дает им благодати. А у православных от духа святого толкования с первого века. Этого нету и нету. Вы сказали там, а это сказал Захария. Ну и что? Ничего не меняется, во-первых. Во-вторых, а может это и было? Список-то был взят с Синайского манускрипта. Самый древнейший. Другого не было. Не было. И церковь ничего не меняет. Не надо думать, что они не знали, что у Иеремии этого нет. А мы что-то новое нашли. У меня зять и говорит, два сына в школе пришли и говорят, папа, а ты знаешь, какой век сейчас? Он говорит, какой? Но они-то никогда не знали это. 21 век. Им-то это открытие. Но мы же не дети умом должны быть. Ну нет, этого нету. Ничего это дело-то не меняет. Значит, было, потеряли. А если это ошибка была, ошибка переписчика, за это я не отвечаю. Но она догматики не касается. От какого пророка? Все движимы духом святым были. А Духа Божия. Там можно было не указывать. А просто сказать. Так что тут надо смотреть на все это щетко-строгое. Застолбить себе, где вехи твои стоят. Я знаю толкование. На любое место писания. Истолковали святые отцы. 2000 лет незыблемо стоит. Вот толкует о девах. Я говорю, скажите. А вот заснули все. Задремали все и уснули. Задремали все. А вы как толкуете? Ну это ослабели люди. Духовно устали. Устали. Тогда бы они одинаково участь наследовали-то. И так бодрствуйте, Господь говорит. Чтобы я не застал вас спящими. А вы их прославляете. А что тогда означает? Умерли. Друг наш Лазарь уснул. Он говорил о смерти. Они думали о снеобыкновенном. Пояснение дается. Ну мы же считаем. 11 глава Евангелия Теана. Ну а как? А это означает замедлил. Как жених замедлил? Две тысячи лет его нету. Христос. То задремали и уснули. Задремали это наша болезнь. Ослабевает силу. Уснули? Умерли. Умерли. Стань спящий. Воскресни из мертвых. Освятить тебя, Христос. Послание к Ефесянам. Не знают. Я говорю о баптистах. Баптисты самые близкие к Евангелию. Из сектантов. Среди еретикопа это самое правильное. Они Троицу признают. Верят в вечное мучение. Христа Спасителя признают. Это не как адвентисты седьмого дня. В какой день воскрес? Еще этого мы будем время тратить на них. Ну и как дальше? А теперь раздался голос. Жених идет. Что за голос? Ну голос. Ну кто сказал? Не знают. А ты считай, экклесиаста. Написано, будут вставать по крику петуха. Считай, говорит. И последней трубе Архангела бы вострубить. И мертвый воскрес тут прежде. К Фессалоникийцам. Труба Архангела зазвучит. Вот что означает вставайте. И на небе явится крест. Распятие. На небе. Ярче солнца тысяча раз. А почему? Три причины. Ян Златоуз говорит. Три. Явится крест. А где это написано? Матфея 24 глава. И явится на небе знамение Сына Человеческого. Я говорю, а что это такое? Ну Христос пришел. Нет. Запятая. И за Ним Сын Человеческий. Что? Пришел Сын Человеческий. За Ним Сын Человеческий. Они не знают Писание, сектанты. Вообще. Я одну прищу взял. Они не могут объяснить ни одного слова. Каждое слово стоит на месте. Каждое единое. Раздался крик. И они встали. А почему? Он не открыл дверь. Надо понимать, что он не через ангела говорит. Так толкует Ян Златоуз. А непосредственно сам. Дверь закрыта навсегда. Что означает масло? Добрые дела, соделанные с любовью в Духе Святом. Это не Дух Святой. Дела, соделанные с Духом Святом. Почему? Потому что масло гаснет. И так досветит свет ваш пред людьми, чтобы видели добрые дела. Поясняется, от чего свет светит-то? От чего светильники гаснут? Бесплодные. Бесплодные. А то Дух Святой. Да Дух Святой на базаре не покупают. Идите на базар. Он посылает на торжище. Да кто же Дух Святой покупает? Это Симон Волх. Но вообще не понимает Писание. У меня с сектантами были беседы, я не знаю, до утра заканчивали. Вот в одном месте мы беседовали. Ну, самых верных они собрали. Пресвитер, там человек двадцать, наверное, с лишним было. К утру закончили беседовать. Пресвитер стал православным. А он был не Пресвитер, а старший Пресвитер, роль епископа. Все, встал и все, говорит, я православный. У нас сплошное заблуждение. Что они спросят, ответить не можем. Я тебе говорю, возражай. Я подтверждать буду другими местами Писания. А они не верят, что будет одно воскресенье из мертвых. Одно. Не за тысячу лет праведники воскреснут. У сектантов, у всех заблуждение сто процентов. А как это так? Да так. Плевелы, пшеница, оставьте расти до жатвы. Жатва, запятая, кончина века. Жатва, кончина века. Оставьте расти. Зачем вы выдергиваете раньше времени? Я воскрешу в последний день. В последний день. В шестой главе Иоанна Григория Тиана четыре раза говорит в последний день. Не по мозгам. Кощунники. Я не вам говорю. Я говорю тем, которые не знают. А зачем от церкви отошли? Самое-то главное, это грех-то разделение еще плюс. От церкви отошли. Церковь я создам. А кто создавал Лютера? Откуда он взялся? 1517-й. В 17-м веке первый баптист Джон Смит. До него-то ни одного не было баптиста. Так никто не понимал, как он. А свидетели Его вообще уже в 19-м веке. В 18-м веке адвентисты 7-го дня. Улья Миллер, Елена Уайт. Нам что доказывать-то? Я говорю, скажите, до адвентистов 7-го дня кто так понимал, как вы в 15-м веке? В рты раскрылись, сидят. Ну, ответьте. Вы меня спрашивайте. Я вам сейчас отвечу православных. С первым веки, во втором. И я вам покажу 1173 свидетеля. 1173 у вас ни одного кому поверят. И никогда так не верили, как вы. Всегда были иконы, всегда были свечи. Всегда. Это жития говорят. А можно без икон? Можно. Нихули только. Я с 53 года встречаюсь с ними. Отлично это знаю. Бог не дает им благодати знать Писание. Не дает. Они не понимают. И вся разница. 21 тысяча разных ересей, которые называют деноминацией. Деноминацией вообще ничего не говорят. А ересь понятно. Ересь то, что вопреки церкви. Церковь никогда так не понимала, как они. Три меры муки. Какие? Внимательно слушайте. Вера от слышания. Если человек не слышит, он не может уверовать. Где? Римлян 10.17. От слышания. Поверьте, Христос пришел на землю. Он умер за нас. Он вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теанна 1.29. Вот первая мера муки. Уши. Вторая. Кто будет веровать, креститься спасен будет. Пропустив сердце. От ушей до веры. Некоторые слушали и ушли. Он говорит, имеет уши, слышать и не слышат. Имеет глаза, ничего не видит. Вот вторая мера муки. Вски сошел в сердце. И третья. Вера без дела мертва. Опусти на руки. Услышал, поверил, исполнил. Все. Таковых и царство небесное. Три меры муки. Три. А закваска – это слово Божие. А женщина – это душа каждого человека. Все стоит на месте. Опровергай, я говорю. Ни один не может опровергать. А что опровергать-то? Безумие будет. Вот такие, брат, дела. Не в оправдание, хочу сказать. Просто в 90-е годы сюда пришли протестанты не потому, что они идеальные какие-то эти принесли и правильное учение. Они здесь возымели как раз место именно потому, что оно было вакантным. И те, которые должны были светить с тем, что вы перечистили, православие, которое называется православие, они, к сожалению, этого не делали. И их место заняли протестанты. И пробуждение сейчас происходит. Сейчас уже начинают плоды этого протестантизма. Но этого бы не было, если бы было то, что должно было быть. Ну, это не в оправдание всем этим течением, но они бы не возникли. Александр, нет таких слов течения. Ну, да. Ересь. Хорошо. Ересь. Но плотские дела, дела плоти известны. Прелюбодеяние, ереси и прочее. Так, эта речь такая пришла не занята ничем, место торговля. Это понятно. Но речь идет об бессмертной душе. Как же занято, не занято? Тут не подходит это. Да. Ты бери истину и проповедуй. Почему они ересь-то проповедовать пошли? Служители дьявола. Ничего там божественного нету. Я не курю, не пью. Да разве это все? А самость, помышление. Как бороться с гордостью своей. Они ничего не знают. У святых все описано. Что они скажешь, не знают. Ты попробуй у них на женщин платки надень. Не получится. Посмотри на мужей, что пояс надели. А пояс, Павел говорит, припаящий шресла ваше. Считай 13 главу Иеремии. Иди купи пояс. Носил. Теперь сними, зарой его. Это означает близость к Богу. Бог в символах все нам дает. Это не мы делаем. Бог дает так. Почему Дух Святой сошел в виде голубя-то? Это символ. И у Ноя голубь прилетел. Он узнал, что есть. Бог разговаривает с нами. Каким языком? Мы должны принять это. Он поднял руки, благословил. Почему? Так написано. А мы кланяемся. А сектанты не кланяются. А Иисус говорит, мы знаем, чему кланяемся. А вы не знаете. Мы кланяемся. Христос говорит. Поэтому у нас поклоны. Поклоны. Если человек говорит против, он не молился. Ты начни поклоны делать, и увидишь, что получится. У тебя другие мысли, другая свежесть в голове будет. Сатана попятится. А поклоны были всегда. Понимаете, вот я показываю щетки. Вот, допустим, это. А они есть у мусульман. А они есть у буддистов. Никогда это по-другому не было. А христиане у них взяли. Конечно, нет. Это откровение. И они это понимали. Зачем цифровым методом пользуется Давид? Зачем Христос посылает, считай, сколько рыбы достал? 153. Да, Денина, рыбак не считает это. Рыба меряется килограммами. Зачем это нужно было? Мы должны быть внимательными. Первый, второй, день, седьмой. 12 апостолов. 12 пророков. Каждая цифра несет сакральный смысл. Они ничего этого не знают. Я разговаривал с сектантами 53 года. Они не знают. Они сироты. Дом там, где Христова церковь. И туда надо идти. Там все есть. Это стол накрытый. Вот спрашиваете про Захарию. Там все это отвечено. А когда это будет, что? Когда, не знаем. В духовном плане сразу же исполнилось на Христе. А далее на нас исполняется. Ходим и поклоняемся в этот день куще или нет. Вот сноб потрясания был. Потрясания. Пожинки по углам там собирали. Приносили в храм. И вот в день Пятидесятницы этим Ян Златоуст говорит Бог взял все народы и потрес шум ветра. Это первый начаток. Вот куда указывал. На пшеницу. На хлеб. А хлеб что это? Причастие. А причастие человек не имеет. А его у сектантов ни у кого и нет. Там только воспоминания. Да я их без этого помню. Причастия нет. Кто-нибудь есть плоть и сын и человеческое. Не имеет в себе жизни. Не имеет. Они мертвые. У них нету причастия. Они не знают что это такое. Это тело и кровь. Ещё вопрос по праздникам. Праздники годовые. Вот которые по Писанию в православной церкви. Вот уточнить. Имеют ли место там вот эти вот спасы. Которые празднуются там в августе. По-моему. Разные там в сентябре есть. Медовый спас. Яблочный спас. Ещё какие-то. Спас только. Голговский спас. Это всё выдумка человеческая. Какой спас? Кровавый спас. Страдание. Жажду. Вот спас какой. Это всё бредни. Птичий язык. Это говорит. Не я говорю. Это говорит Пётр Мещеринов. Егумен Данилова монастыря. Белая магия. Как он называет. И мы должны с этим согласиться. И боремся с этим. У нас этого не называют. Молитва совершается. И всё спас. Серковь совершает преображение. По моему мнению. Вот как говорят. Стретение. Это встретил. Симеон Богоприимец Христа. А я говорю. А почему? Это ничего нам не даёт. Встреча по Савлу на дороге. Чтобы мы так же обратились. Вот надо праздновать что. А теперь покров Божьей Матери. Это где было? В Греции. А греки не празднуют. Я говорю. А почему не отпраздновать? Ну покров. Освобождение города. Царицына. Царацина. Почему не отпраздновать было? Освобождение Сталинграда. Или прорыв. Блокада Ленинграда. Это ближе и понятнее. Об этом молились люди. Миллион с голоду померли. Надо от стандартов, которые не соответствуют истины, отойти. Какие праздники? Праздники. Самые первые, которые праздновали христиане, это крещение Господнее. Но оно у них было в один день с Рождеством. Церковь потом разделила. Церковь имеет право. Да? Ну и Пасха само собой. А потом уже стали церковь в 4 веке, в 5. Цифра 12 подгоняли под 12. Я так понимаю. Благовещение. Благовещение это праздник всем праздникам голова. Почему? Потому что, ну, Христос, зачатие его было. А остальное, это вот, что говорят, воздвижение. Это 27 сентября. Это все надумано. Елена сделала археологические раскопки, нашла крест Христов. Так церковь-то празднует даже не поднятие креста. Они не знали, там нашли три, ну, которые полузгрившие-то. Несли мертвеца, положили два нищего, третий крест положили, он воскрес, мертвец. Ну и узнали, что это крест, на котором Христос распят. Предание, говорится. А если я не верю, никакого отношения к спасению это не имеет. И, во-вторых, праздновали не поднятие, а народ крещал, Господи помилуй, а патриарх Макарий поднимал этот крест. И люди падали, крест-то поклонное, кланялись к кресту, как бы к Христу самому. Но все это не евангельское. Мы празднуем. Почему? Я привык к этому. Лишний, говорит, раз не будет, вспомнить жертву Христовых страданий. А настаивать на этом, допустим, пришел кто-то из баптистов, я не пойму, зачем этот праздник. Ну, не зачем, не празднуй. Ну и не нарушай. Если в это время у нас тут престольное, мы стараемся не работать в этот день, побольше позаниматься Словом Божиим. Сходим там, грибы пособирает или что-то там, ребятишки собираются, на лодках поплавают. То есть обыкновенными делами, обычными, как написано, мы не занимаемся. У нас воскресенье, это Ветхозаветняя суббота указывала на воскресенье, у нас никто не занимается. Даже урожай нынешний погиб, за год погиб урожай, но Новозаветнюю субботу мы не нарушили. Вся гречка ушла под снег. Мы очень строго это держим. Ну вот и хотел услышать тоже, да, чтобы подсеять это, потому что у нас на Медовый Спас в православных храмах, вот я еду, несут мед там, святят, на яблочные яблоки там, потом еще макавей. Пускай святят, но не называйте Спас яблочные. Спас один, Голговский, наш Спаситель. Я понял, да, я понял. И по крещению. У нас вот, наверное, несколько человек, которые были там прикрещены. Вот я был в православной церкви, крещение, которое принимали, вот. Ну, мне было там, я не знаю сколько, лет 7, наверное, может, чуть-чуть больше. Вот. И меня тоже, да, там помочили, и все. Ну, погружения не было, вот. И понимания не было никакого. Я нашел сейчас свое свидетельство, в каком храме меня там крестили, кто крестил, даже его уже нет тут в этом мире. Вот правильное крещение. Ну, если те, кто вообще еще не соприкасались, вот у нас есть, которые не соприкасались с этим, их еще могут, можно там, я думаю, найти каких-то священников, которые могут сделать полное погружение, если придет к этому время, и придем к этому мы, по милости Всевышнего. А вот те, кто меня спросят, я же не буду, ну, я скажу, что да, было, это акт совершен у меня там, но он совершен недостаточно, не в полноте, и вряд ли мне скажут, ну, все, давай сейчас сделаем тебе в полноте. Скажут, все, с тебя хватит, вот, и как с этим быть? Да никак, крещение принять, обман был. Скажите, а на Афоне, это центр православия всемирного, и это мочение ни за что не признают, всех крестят, всех до одного. На Афоне. Канонизированный воин Яценевский Лука, он всех крестил заново. Это не крещение, это обман, фикция. Слово крещение означает погружение. Погружение, погружение, да. У нас приезжают священники, я вам материал скидывал о крещении-то. Вы зайдите просто книгой о крещенном православии на сайте, и там крещение найдете. Подробно, 136 свидетельств, только в полную. Я согласен. Но они не было, не было ничего и нет. А у нас сейчас уже начинают здесь, даже мощеных крестят. Понимаешь, это был обман. Ну, называют погружение. Ну, погрузи. Но миропомазание уже не совершают. Это действительно остается. Один раз живем, дорогой мой. И играть с этим не приходится. И церковь установила, что если даже человек попал в детдом, ну, не знает родителей-то. Никто, ну, ладно, у вас родные, близкие сказали где. Ты же не понимаешь сам-то. А оказалось, что у него крещение было уже. И было правильное. А он не знает про это. Церковь, 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Если не знаешь, немало не сомневаясь, прими крещение настоящее. Прими. Да не будешь лишен такой благодати. А если второй раз? Оно не помешает и не знал. Ну, допустим, детей забрали. Увезли в сестренок. Там все. Он-то не знает этого. У Толстого это описано где-то. А они познакомились где-то в другом городе, в командировке, в поезде. И он не знает. Полюбили друг друга, женились. И потом он узнает, уже ребенок у него есть, что она родная сестра его. Его никто не знал. Документов нету никаких. Их разобрали после бомбежки или из блокадного Ленинграда привезли. Такое было, что ничего, сразу развестись. Да, мы любим друг друга. Ну, и любите друг друга, но к церкви отношения никакого не имеют. Венчать вас не будут. Вы блудники. Два блудника сошлись. Церковь на кровосмешение не идет. Ошибка ее выправляет. Притом решительно. Отрезается прошлое, больше никаких разговоров. Не было крещения. Значит, надо прийти. К нам приезжают священники и романахи. Они служат в церквах патриархийных. Принимают крещение, опять уезжают и служат. Ну, а как я? Да так. Ходил один еврейский мальчик. И... Ну, не знали. Он подошел и причастился. А разобрались, он не крещеный. Что делать? Готовить к крещению. А он причастился. Бог разберется. Не изо рта же у него вытаскивать. Церковь, как любящая мать, установила это. И мы должны согласиться. Да, это правильно. А почему дьяконы не крестят? А Филипп крестил. Ну, крестил, а Дух-то Святой не сошел. Что тебе доказывать? Деяние, восьмая глава. Ну, а сейчас, допустим, меня один сегодня говорит. Едут дорогой дьякон и священник. И где-то они останавливаются. И там тысяч пять человек обратились. Их надо покрестить. Пусть бы дьякон помогал ему. Я говорю, а где вы видели, что пять тысяч-то? За тысячу лет этого не было. У нас норма. Если человек ничего не знал, от трех до пяти лет он должен учиться. К окрещению готовиться. От трех до пяти лет. Я знаю, что и у баптистов не сразу к крестятку приходят. И у адвентистов нет. Вот. Партийный стаж в партию сразу не принимали. А в церкви любой приходи, деньги заплатил по ладошке, мозги по стенке, иди отсюда. Никто их знать не знает. Решительно надо сказать обман. Мы каемся в этом Господе. Прости. Научи. Помоги притворить жизнь. Ты на себя вызовешь огонь. Тебе будет нелегко. За имя Господне стоит пострадать. В вечности будет радость. В вечности будет мучение в аду, но пострадать за Христа можно только в этой жизни. Вот я что слышал. Поэтому успевайте. Приготовьтесь к тому, что мы будем убиты. Другого нам не обещано. Будут убивать вас Господь. Говорят, и будут думать, что тем служат Господу. Будут убивать. А я боюсь смерти. Ну, благодать укрепит. Ты надейся на него. Если гонят в одном городе, беги в другой. А там захватили тебя и хлопнули. А ты доверься Богу. В Донбассе ты будешь или где-то еще в Днепропетровске. Не имеет значения. Всюду повторяю одно. Я служу моему Иисусу Христу. Воевать я ни с кем не буду. Оружие в руки не возьму. Взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Нам говорит Святая Библия об этом. Вот у нас в армии никто не служит. Хотя все идут. Пишут заявления, что по альтернативной службе за больными ухаживают. А их и не берут таких. Здоровые, крепкие ребята. У нас от армии нельзя отказываться косить. Но и никто присягу не принимает. Наши люди все живые. А у этих, вот у баптистов полное погружение. Но оно не имеет силы, да, как бы это крещение в свете? Оно безблагодатное. Безблагодатное. Как святые отцы говорят, там, говорит, не омовение, а сквернение. Я спрашивал баптистов, скажите, крещение у вас что дает? Обещание Богу доброй совести. Ну, 1 Петра, 3 глава, там, 15. И все, все. А я в прошлый раз рассказывал. А где прощение грехов? Ну, да читайте 2.38 Деяния апостолов. 22.16 Деяния. Встань, крестись и омой грехи твои. И докрестится каждый за свои места Иисуса Христа для прощения грехов. Крестится для прощения. Крещение прощения у них нету. Нету. И хлеб преломляет, хлеб остается на хлебе. У них нет таинства ни одного. Нет таинства. А таинства нет? Нет прощения грехов. Они во грехах. И жизни настоящие. Они даже не знают. Они думают, мы собрались, поем. Надень на них платки, и ты увидишь, что получится. Надень на женщин платок. А я не говорю дома, на кухне. А они в свои собрания приходят без платков. Да мало того, женщина за кафедру выходит. Да где вы видели, когда жены в ваших церквах домолчат? Она не должна рот раскрывать. Если желают чему научиться, даже не дорогой, а дома пусть учатся. Дома. Нам что это? Мимо прошло? Я что, вам какие-то басни собираю? Не я закон-то писал. Если я христианин, все вопросы должны отойти в сторону. А я не просто христианин, а православный. Правильно славить Бога. У нас все истолковано. Притом толкование такое, что ни одно место Писания, ни одно не входит в противоречие с другими местами Писания. А у баптистов любое место, что бы ни говорили, начну говорить, все рассыпалось. А в тысячелетнем царстве там вообще даже браться не за что. Труха одна. Ясно, но вопросы так вроде бы все, что хотели, задали. Ривка, ничего не хочешь задать? Вы нам обрисовали, в общем-то, такой объем и направление дали. Так что будем трудиться, по милости Всевышнего. Вот если бы у нас было лето, могли принять крещение. У нас будет 9 июля. 9 июля. Следующего года, 9 июля? Ну, вот 2017. Да, июля будет. В 2017 году. Это тоже прошло. После 7 июля у нас в первое воскресенье, если не попадает оно на воскресенье. А вот сейчас будет праздник. Вы празднуете и 25-го, и 7-го, или только 25-го Рождество? Только 7-го. А, только 7-го? Только 7-го. Православная церковь не взяла этот календарь григорианский. По-моему, надо было покориться. Ну, потому что по весенним работам на 13 дней уже все отставало. Правильно, что Папа Григорий ввел этот календарь. Но православные не приняли. Видимо, из-за того, что уже с католиками ни на одной доске стояли. У нас это по старому стилю. Из православных, допустим, 15 автокефальных. Кажется, 3 церкви остались, которые еще празднуют по старому. Остальные уже перешли на новый стиль, на 25-е. Тут связано с богослужением все. Ой, так столкнулись. Вот новое для нас. Ну, как бы новое. Открываем заново православие. И сталкиваемся тоже с людьми, которые... Вот вы заговорили за оружие. И я имел общение с человеком, который священник, в православной церкви европейской. Такая вот юрисдикция появилась какая-то. Не знаю, насколько она там каноничность ее, потому что было общение, которое проводится в среду и пятницу. И там разговор за нее зашел. И вроде бы так в контексте я понял, что она не имеет какой-то там канонической силы, не имеет. Хотя там я видел облачение, все там. И вот там отношение другое к оружию. Там как бы берут, вспоминают места из Старого Завета, где Всевышний говорит, не убей. И тут же как бы иди и уничтожьте народы, которые я там землю даю вам. И этим оправдывается, что надо, если надо, то надо брать оружие и так далее. Ну, я лично мнение, конечно, придерживаюсь такого же, как вот вы озвучили. У меня такое понимание было всегда. И когда в бактизме был, и когда в иудаизм вот столкнулся с 2010-го. Вот. И сейчас остается. Ну, просто в самом православии, если эта каноничность имеется в этих вот, с кем мы столкнулись тоже, разные, разные на это, как бы, получается, толкования или взгляды, и по-разному. Никакой европейской православной церкви нету, это выдумка. Нету. Ее ни в списках, нигде нету. Это обманщики собираются, вот как там у вас Сергей Журавлев, обновленческая церковь. Украина всю мерзость собрала, пристанищем всякой нечистой птицы. И вот поэтому их постигают эти беды. Еще то ли будет. Русские вместе все натравливают. Кто не прыгает, москаляку на геляку, значит, враг. Да прыгались. Если этот придет, Дональд Трамп, да будет это, он отрежет эти источники, что питает их даром-то. Замерзать зимой будут. Украина, она никогда самостоятельной не была, нигде. Она то с поляками, то под шведами. Ее кто только не давил. Как государство-то оно никакое и было. На коленях умоляли принять Богдан Хмельницкий-то. На коленях весь народ и вся верхушка стояли. Скажите, вот эта вот униатская украинская церковь православная, это, ну вот сейчас основной наш украинский патриархат, это ж униаты, получается. Ну а униаты, это каноническое, потому что они поминают папу, да, мы с чем-то не согласны, но они церковь, церковь. И с ними православные воюют, я уже не могу согласиться. А они папу поминают и патриарха. Ну, папу понятно, ему надо под себя подмять, под свою туфлю. Зачем это было делать? Ну, это уже есть. Мне звонили униаты, выходили тут на скайп, говорили, православные меня за это давят. Как вы можете признавать, они... Папа, он законный. Он идет от Петра, а мы от Андрея, родные братья. Надо не своего искать. Она пишет, все ищут своего, а не того, что угодно Богу. Униаты, все абсолютно, они имеют каноническое обоснование. Рукоположный епископат. А что где не так, так надо смотреть по деталям. Я вам говорил, что с католиками, а филиоквы, искажение Духа Святого, никогда не спорили. Сегодня я как раз или вчера насчитал ролик. Нет, сегодня, наверное. Вот. А филиоквы, что католики правее нас. Я доказываю это на основании Библии. 27 мест привожу, 27 мест Библии Нового Завета. Что Дух Святой исходит и от Сына. Но в церкви я не буду считать. У нас как положено, так я и считаю. И же от Отца исходящее. Я православный, я нигде против них. Но у меня рассуждение есть по Библии. Как там говорить могли, никак. Он говорит, я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого. А в другом месте, говорится, я пошлю. Ну и что теперь? Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, ни старше, ни младше. Это равнозначно. 10-30 евангелия Тяна. Я отец одно. Ну представьте, 27 мест я из Библии беру, показываю это. А они фактически ни одного места не могут показать. Папа, папа. Еще раз говорю, что это одно и то же. В этом нам разницы не надо с католиками. Ну а кто прав? Они правы. А они правее нас, вот как я могу сказать. Правее нас. Мне никогда не могут православные просить, что я говорю. Я говорю, вы докажите. Они даже не пытаются говорить. А что доказать, когда я Библию показываю? Они ее не знают. Я говорю, половина святых отцов понимала так. На кого вы руку-то понимаете? Нашли о чем говорить. Мы должны понимать, что Дух Святой равен Отцу и равен Сыну. Но для чего Дух Святой? Чтобы оживить нас. И будете мне свидетелями до края земли. А вы сидите на одном месте, а Духе Святом рассуждаете. О нем не надо рассуждать. Надо исполниться силой Духа и идти проповедовать. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. А как узнать? И говорит, Елисавета исполнила Духа Святого и стала говорить. Семен Богопримес исполнился Духа Святого и стал говорить. Захарий исполнился Духа Святого и стал говорить. Проявление Духа Святого в проповеди. В благовестии. Самая высшая ступень миссионерства. Без Духа Святого ты рта не раскроешь. Бог будет открывать тайны. Тайны сердеч человеческих. Даже не знаешь ничего. Я вот рассказываю, у меня материал накопился. А тогда не было видео, а только аудио. И мне надо было насчитывать. Насчитывать трагедию церкви. И архипелаг ГУЛАГ. Материалы подготовленные. Щтеца нету. А какой щтец я представляю. Я ездил по городам. Заслуженных артистов. Просов СССР. СССР находили, которые считали. Он называется мастер слова. Художественное чтение. Как яхонтов. Это высший класс. Я встал и жене говорю. Я ищу кто. А встаем рано. И считать некому. Своих всех перебираю. Голос не такой. Мне не нравится. А как считать? Вот я как представляю. Его нет такого. Но я интересный сон видел. Что сегодня ко мне. Я говорю. Придут два человека. И над ними большая скала нависает. Я ей рассказываю. Сон. Еще не рассказал. Слышу. В дверь стучат. Я открываю. Два юноши стоят. И один ушел. А другой остался. Из баптистов. И он потом станет иеромонахом. И станет мучеником. Его кришнаит. Убьет. Отрежет голову. Это в моем доме пришел. А он был работник комсомола. Республиканского масштаба на Украине. И в моем доме он обратился. Одна встреча. И Бог его призвал. И он теперь считает. И это осталось. На наш сайт зайдете. Архипелаг ГУЛАГ. Нет. Архипелаг ГУЛАГ. Там пересчитано. Там какие-то трагедии русской церкви. Его голос вы услышите. Ефрема Сирина считает. Он был Геннадий Михайлович. Михайлович Яковлев. А стал отец Григорий. Иеромонах. Вот как. Бог открывает тайны. И он говорит. Это были самые счастливые дни мои. Когда он начитывал. Он с таким воодушевлением считал. Как будто в огне горит. Понятно. Хорошо. Благодарим вас за общение. Спаси Христос. То, что уделили время. Что? Со всевышним. Храни вас Господь. Домашний поклон всем. Благодарим. Взаимно. До свидания. До свидания. Ну что, давай записывать теперь. Пока. Все. Всевышний Freud. .